Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. Извиняются только слабаки и трусы. Сильный никогда не извиняется. Извинился, потерял лицо. Страна, которая никогда не извинялась и не каялась, самая сильная. Через несколько дней президент, самый сильный в мире страны, впервые в истории посетит город, который когда-то был стерт с лица земли одним из его предшественников. Сильный президент выйдет из черного лимузина, склонит голову, подожмет губы, помолчит, вернется в лимузин и уедет прочь. 27 мая президент посетит мемориальный парк мира в Хиросиме. Памятник в центре города, посвященный жертвам атомной бомбардировки. Там Обама поделится соображениями о важности мемориала и событий, которые с ним связаны. Президент не будет переосмысливать решение о применении ядерного оружия в конце Второй мировой войны. Вместо этого он предложит повестку, касающуюся нашего общего будущего. Своим визитом президент привлечет внимание к чудовищным и разрушительным последствиям войн. Несомненно, США будут вечно гордиться своими руководителями и военнослужащими, которые выполняли свой долг в годы Второй мировой, за их подвиг в минуту, когда опасность грозила нашей стране и всему миру. Их дело правое. Мы навсегда благодарны им, о чем вскоре после посещения мемориала президент обязательно напомнит вновь. Их дело правое. Победа будет за ними. К тому же они сэкономили немало жизней, и своих, и чужих, сбросив на Японию два освободительных, два очищающих заряда. Это не корявая шутка, это официальная позиция американской исторической науки. Вы, вероятно, не слышали об этом, но Хиросима и Нагасаки, точно так же, как и война во Вьетнаме, например, являются не позорными пятнами на мундире, а символами воинской доблести и точного политического расчета. И мистер Обама, и принимающая сторона должны одобрить решение Трумэна о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, крупных военно-промышленных объектов. Трумэн сделал это, чтобы выиграть войну как можно быстрее, с минимальными жертвами среди американских солдат, и, как выяснилось позже, с минимальными потерями среди японцев. Его целью было избежать интервенции на японские острова, которая означала бы, по выражению Трумэна, одну сплошную Окинаву. Для тех, кто забыл, битва за Окинаву стала одним из самых кровавых сражений Второй мировой. Потери американцев и союзников в ней составили 65 тысяч человек, из них 14 тысяч убитыми. Какая интересная калькуляция. 14 тысяч американских солдат, 14 тысяч – одно из самых кровавых сражений. Ну, если вы вдруг забыли. Что в сравнении с Окинавой, потерей Красной Армии, или даже вермахта под Сталинградом – за миллион с каждой стороны. В Курской битве – за 200 тысяч с каждой стороны. Но это потому, что воевать не умели, конечно, трупами забрасывали. А надо было считать, взвешивать, экономить жизни. Ну, вот как Трумэн, например. Скорее всего, японским и американским ветеранам будет трудно договориться. Вот мнение принимающей стороны. Если Обама приедет и не принесет извинения, лучше пусть он не приезжает совсем. С господином Камеей, у которого в огне Хиросимы сгорела сестра, полемизирует вице-адмирал Ллойд Вейси. В годы Второй мировой служил в американском подводном флоте. Мы, представители величайшего поколения, гордимся своим наследием и своими достижениями. Любой шаг президента или политический поворот, который может быть интерпретирован как извинение за использование ядерной бомбы, мы, здравствующие ветераны и наши мужественные товарищи, сражавшиеся и жертвовавшие собой на протяжении трех с половиной лет во имя победы и освобождения Азии, воспримем как оскорбление. Картина этого беспримерного подвига стоит дополнить справедливости ради несколькими подробностями. К началу 45-го США полностью взяли под контроль небо над Японией. Налеты перестали быть точечными. В массированных ковровых бомбардировках были сожжены 67 японских городов. При бомбардировке Токио 9 марта за одну ночь было уничтожено 100 тысяч человек. Это больше, чем на ГАСЭК. Это чуть больше, чем в Хиросиме. Когда весной 45-го американского генерала Кертиса Лимея, командовавшего американскими ВВС, спросили, сколько, по его мнению, продлится война, он ответил, мы думаем, к сентябрю у нас закончатся цели. Генерал Эйзенхауэр, узнав о решении Трумэна, я испытал чувство тоски, я пытался представить возражения, основанные на том, что Япония была уже практически побеждена, что сбрасывать на нее бомбу было незачем, что наша страна не должна шокировать мир применением такого оружия. Командующий Тихоокеанским флотом Честер Нимец. С военной точки зрения, атомная бомбардировка не сыграла решающей роли. Адмирал Уильям Лихи, Хиросима и Нагасаки никак не ускорили нашу победу над Японией. И все же... Я отправился в Белый дом и увидел там президента Трумэна. Я попросил его позвать госсекретаря Биренса, а затем зачитал президенту отчеты о работе над новым оружием. И мы обсудили его. Оба были невероятно довольны. Президент пришел в большое возбуждение и каждый раз, когда мы виделись, вспоминал об этом моменте. Он говорил, что это придало ему совершенно новую уверенность. И он благодарил меня за то, что на Потсдамскую конференцию он отправился именно с таким чувством. К моменту бомбардировки Япония уже обращалась к Америке с предложениями о капитуляции. Шли закулисные переговоры о послевоенном устройстве. Но все же Хиросима и Нагасаки обязаны были случиться. Почему? У нас появился способ быстро закончить Вторую мировую войну. И еще кое-что. У нас появился инструмент, с помощью которого мы могли полностью изменить баланс отношений с русскими. Психологическое воздействие на Сталина предполагалось двояким. Американцы не просто создали адскую машину, они без колебаний использовали ее. Тогда, когда, как отлично знал Сталин, в этом не было никакой военной необходимости. Именно этот леденящий душу факт, вне всякого сомнения, произвел большое впечатление на русских. А следовательно, ядерный грипп над Японией стал не заключительной точкой Второй мировой, но за главной буквой следующей войны, холодной, в которой самая сильная страна, как известно, тоже считает себя победительницей. Победители же не извиняются. Победители великодушно прощают. И лауреат Нобелевской премии мира простит японцев за Хиросиму. И будет проповедовать им о мире, о необходимости сокращения ядерных арсеналов. На их модернизацию Конгресс прямо сейчас выделяет триллион. О недопустимости провокаций. Американский флот прямо сейчас патрулирует Южно-Китайское море. Американские танки прямо сейчас выгружаются в Прибалтики. Об исторической памяти, на которую победители с некоторых пор тоже имеются эксклюзивные авторские права. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому.